Здравствуйте, это прямой эфир в студии Виктория Лобецкая. Временный порядок установки из системы Эроглонас продлен на год. С этой просьбой в адрес российского правительства обратился глава региона Андрей Тарасенко. И решение принято положительное. Для одного из самых автомобильных городов Российской Федерации эта тема актуальна. В прошлом году мы проводили именно такую, и тогда она набрала практически 10 тысяч просмотров. Достаточно солидная цифра. Что ж, посмотрим, какой окажется программа на этот раз. Тем не менее, мы работаем в прямом эфире. У нас есть телефон 221-4019. Звоните и адресуйте свои вопросы именно тем гостям, которые владеют в полном объеме информации. Я представляю своих собеседников. Во-первых, это Алексей Кузьмин, первый заместитель Дальневосточного таможенного управления. Алексей Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. И Роман Султанов, представитель автобизнеса Приморского края. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, уважаемые зрители, напомню еще раз. 221-4019. Звоните, спрашивайте. Ответим на все ваши вопросы. Ну что ж, у меня, наверное, первый вопрос к вам, Роман. Знаю, что для вас это настоящее событие. И в прошлом году, когда мы отрабатывали эту тему, действительно, она была очень громко, и звучала со всех радиоприемников и наших телеканалов. Вы говорили о том, что это здорово, что такое внимание уделяется, и этот вопрос освещается. На сегодняшний момент, как обстоят дела и вот это вот продление системы Эреглонас на год, это как можно охарактеризовать, оценить? Хорошо, спасибо. Дела, в общем-то, на самом деле идут неплохо. Нам грех жаловаться. Мы сохранили свои рабочие места. Работа у нас есть. На год нам еще продлили. Огромное спасибо, конечно, хотел бы отметить большой вклад нашей местной власти в лице исполняющей обязанности губернатора. Также Александр Иванович Костенко поучаствовал в этом. Тоже огромное ему спасибо. На самом деле в этом году все прошло без, скажем так, каких-либо скандалов, каких-либо конфликтов. Очень все ровно. Мы были, скажем так, вместе работали с администрацией края, участвовали в переговорах, в обращениях. И поэтому мы получили еще продление на год. И надеемся, что в течение этого срока будет либо установлен какой-то постоянный порядок работы с системой ГЛОНАСС, либо будут несены какие-то изменения в действующее законодательство. И больше к этому вопросу возвращаться мы не будем. Никакого временного порядка в дальнейшем не будет. И мы продолжим работу спокойно и не будем конфликтовать больше. В прошлом году таможня дала добро, и мы следили тоже за тем, как работает ваше ведомство. Что изменилось за последний год, даже уже чуть более, в каком режиме вы сейчас работаете? Какие-то плюсы, минусы? Ну, это уже, может быть, вопрос о следующем будет. Ну, по крайней мере, ваша настоящая ситуация. Настоящая ситуация стоит в том, что таможня работает без сбоев, ПТС выдаются в установленном порядке. Конфликтов нет, очередей нет. Замечаний со стороны участников ВЭД и лиц, которые работают с нами, тоже практически нет. Скажу, что статистика такова, что за первое полугодие 2018 года мы оформили порядка 34 тысяч автомобилей. Это повлекло начисление и перечисление пошлин в бюджет порядка 5 миллиардов рублей. Если говорить в объемах таможни, это практически 6% от общего перечисления владельцинской таможни в бюджет. Ну, когда ввели этот временный порядок для сотрудников Дальневосточного таможенного управления, для таможни в принципе, прибавилось ли работы, пришлось вам как-то перестраиваться и изучать новые регламенты, новые механизмы работы в этом направлении? Нет, практически нет. Когда возникла ситуация, когда в течение нескольких месяцев ПТС не выдавались, естественно, возникло накопление машин на площадках. Мы нашли способ расшить эту ситуацию. Мы выпускали эти автомобили, отдавали владельцам, не выдавая ПТС. И когда ситуация была разрешена, те машины, которые были выпущены, те владельцы этих машин, они обратились в таможню. Соответственно, это вызвало большое количество этих обращений. Мы перевели личный состав практически в круглосуточный режим работы для того, чтобы быстро эту ситуацию расшить. Нам это удалось. Но все-таки невозможно говорить о настоящем, и уж тем более прогнозировать ситуацию развития в будущем, если мы не вспомним тот момент, как все начиналось. Поэтому я вот сейчас, Роман, как апеллирую к вам, тогда помню и работу с одной из сотрудниц пресс-службы администрации края и со своими какими журналистами, когда мы вызволяли, скажем так, литературно из таможенного плена красную иномарку. И это она была одна из как раз той первой, на которой мы опробовали эту работу, временную схему установки этой тревожной кнопки. Вот если, опять же, вернуться в то время, что тогда было самым сложным, из-за чего весь сыр-бор, просто атмосфера непонимания и неприятие чего-то нового, или какие-то моменты, связанные в принципе с поставками этих тревожных кнопок, что тогда было в центре вашего внимания, может быть, тоже доставляло вам какие-то беспокойства, волнения? Ну, вспоминая тот период, нам вообще было ничего непонятно, сложности были на всех этапах, и мы, как говорится, шли в дремучем лесу, не понимая, куда мы идем. И, конечно, опять же говорю, что и журналисты наши местные тоже нам очень помогали, освещая все эти проблемы. И, слава богу, что на нас обратил внимание сам ГЛОНАСС, акционерное общество, и тогда даже исполняющий обязанности руководителя прилетал сюда, и он брал с собой специалистов, которые здесь участвовали во всех мероприятиях, они нам проводили разъяснительную работу, привозили с собой документы, привозили с собой первые терминалы. Они тоже настраивали работу, у них тоже, скажем, была похожая ситуация, они не знали, что делать, и все это делали в первый раз. И вот общими усилиями мы, скажем так, прошли вот этот путь, и помню, получение первого паспорта транспортного средства, выпуск первого автомобиля уже с установленным терминалом ГЛОНАСС, вот, его регистрации в органы ГИБДД, значит, и поэтому, ну, а дальше уже потихоньку все поехало, и, конечно, первое время был дефицит самих терминалов устройств, но АО ГЛОНАСС заключили договоры с производителями, наладили поставки, и постепенно, постепенно оно все пошло, поехало. Ну да, я помню, мы как раз и говорили, транслировали информацию, значит, что вот первая тысяча кнопок поступила, потом в перспективе еще и еще, а нам звонили наши примурцы, и как раз беспокоились о том, что действительно ли на склады определенных организаций поступят эти тревожные кнопки, и когда же, когда же, потому что автомобили у нас находятся на складах временного хранения, это все деньги, и как бы все отражается на семейном или там бюджете юридического лица. Но вот аббревиатура из пяти бухт СБКТ, свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, вот это вот тоже был камень преткновения, вот на сегодняшний момент, я так понимаю, тоже здесь вопросов нет никаких. Немного поправлю, да, относительно таможенного плена. Не было таможенного плена, в действительности машины можно выпускать и без СБКТС, ее можно выпустить, можно получить со склада, ну, возникнет проблема вывоза ее к месту хранения, это, видимо, эвакуатор, потому что ПТС на эту машину будет выдан только после получения того самого СБКТС. Если говорить о получении СБКТС, это документ, который подтверждает соответствие транспортного средства техническому регламенту Томоженного союза о безопасности колесных транспортных средств. Этот документ является обязательным для выдачи паспорта транспортного средства, и я действительно тоже знаю, что в прошлом году органы по сертификации тоже не имели информации, каким образом им этот документ оформить, а за неверное оформление этого документа достаточно жесткие санкции предъявляются государством к органам по сертификации. Но разъяснения пришли, был отработан алгоритм, и проблема решена. Александр Владимирович, но все-таки приходилось ли вам как-то обучать своих сотрудников, проводить какие-то дополнительные совещания, например, того, что вот мы сейчас работаем с вами по новому техническому регламенту, он вступил в законную силу, потому что, потому что, и теперь вот смотрите, как у нас будут складываться с вами взаимоотношения, опять же, с нашими приборцами. Ну, в целом, для таможни после введения требования об оборудовании автотранспортных средств устройствами вызова экстренных аварийных служб, в работе таможенника ничего не поменялось. По сути, ничего не поменялось. Есть ряд стандартных процедур. Ввозимая автомашина должна пройти сначала таможенное оформление, она должна быть задекларирована, должны быть уплачены таможенные платежи и выпущены таможенным органам. Выпуск — это решение в сфере таможенного дела, и после выпуска товар находится в обращении на территории СССР, его можно забрать и можно им пользоваться. А вот выдача ПТС — это дополнительная функция, возложенная на таможенные органы, и это ввод транспортного средства, допуск его для движения по дорогам общего пользования. Именно выдача ПТС и сопровождалась необходимостью предварительного получения этого СБКТС. То есть, по сути, в работе таможни поменялось лишь только то, что у нас появился еще один документ, который мы должны были проверить и перенести сведения из этого документа в паспорт транспортного средства. — Хорошо. Ну а теперь как раз к вопросу о безопасности. Прошло достаточно солидный промежуток времени, когда, возможно, вы, Роман, сможете рассказать, опять же, выразить им мнение представителей автобизнеса, своих коллег и тех людей, которые к вам обращаются, в вашу организацию. Кнопка-то себя как показывает, зарекомендовала себя с точки зрения безопасности, прибегают ли к ней автомобилисты и действительно ли приходят на выручку все необходимые службы, которые должны появиться в момент ситуации? — Ну, во-первых, есть статистика, которую выпускает АО «ГЛОНАСС». И они показывают количество экстренных вызовов именно с помощью вот этих вот терминалов, которыми пользуются автолюбители в разных случаях. Такие цифры есть на сайте АО «ГЛОНАСС». И количество этих обращений растет. То есть любой владелец автомобиля, имея такой терминал, установленный, опять же, установленный правильно, работающий терминал, он может им воспользоваться, по сути, при возникновении какой-то внештатной ситуации. Если это дороже-транспортное происшествие, и сам автовладелец его не нажал, эту кнопку, то оно срабатывает автоматически. То есть при каком-то сильном ударе или при переворачивании. Насколько я знаю, в Приморском крае сейчас автомобилей, которые были ввезены после 1 января 2017 года, уже достаточное количество, с учетом того, что ежегодно сейчас возится где-то порядка 50-60 автомобилей тысяч. Эти автомобили оборудованы кнопкой. Я думаю, что достаточно активно они используются. Хорошо. А вот, например, нам обращаются телезрители, и я помню еще на волне ту историю, которую мы с вами обсуждаем, остраняясь в прошлое, звонили и интересовались по поводу того, что все-таки это же либо спутник, либо интернет, должна быть связь, а ведь территория Приморского края, она очень протяженная, и есть достаточно отдаленные территории и дороги. А вот случись какое-то либо происшествие, сможет ли эта система сработать в полной мере? Опасение было? Спутник видит терминал, автомобиль, на котором он установлен, он его видит практически везде на территории России. Но голосовой вызов идет только там, где работает GSM-связь. То есть там, где у вас работает телефон, там же работает и связь, по сути, да. Поэтому, конечно, если вы там где-то заехали в дремучий лес какой-нибудь, то что-то случится, спутник будет видеть местоположение, но обратиться к оператору АО «ГЛАНС» вы не сможете. Ну хорошо. Сейчас еще очередной вопрос к Роману Сики. Тут не органы таможенного управления вступают со мной в диалог, поскольку вопросы все-таки связаны, хочу вам адресовать по порядку. Как мы, если вот сейчас кто-то планирует приобрести автомобиль и везти ее там из-за границы на территорию Российской Федерации, через нашу границу, то с чего приступить? Какой первый пункт? Какие рекомендации можете дать? Ну, допустим, вы приобрели уже автомобиль, да, и этот автомобиль прибыл на территорию Российской Федерации. То есть автомобиль, согласно таможенным процедурам, он помещается на склад временного хранения. Вы обращаетесь, либо самостоятельно идете в таможенные органы, либо вы обращаетесь к таможенным представителям, так называемым брокерам, для того, чтобы растаможить этот автомобиль. В дальнейшем вы должны обязательно в лаборатории заказать тот СБКТС, про который Алексей Валентинович говорил, в установленном порядке. Получаете этот документ, заполняете декларацию, заявление, подаете в таможенные органы, оплачиваете таможенные платежи, все, выпускается автомобиль в свободное обращение, вы идете на склад временного хранения, забираете автомобиль. Значит, к тому моменту, когда вы уже оформляли сведерство безопасности, конструкцию транспортного средства, вы должны были приобрести вот этот вот терминал. Проблем сейчас с приобретением на территории Приморского края никаких нет. То есть устройство в наличии. Несколько компаний заключили договор с ООО «ГЛОНАСС», получили так называемое партнерство. Они продают эти терминалы свободно. То есть любой гражданин может зайти на сайт ООО «ГЛОНАСС», найти адреса и телефон этих партнеров, обратиться. Они всегда есть в наличии. То есть я вам прямо заявляю, это точно. И стоимость сейчас где-то в районе 19 тысяч за сам терминал. С учетом того, что ООО «ГЛОНАСС» продает их по 18, партнеры продают всего с накруткой. 19 тысяч – это достаточно такая нормальная сумма. Нормальная сумма. Я помню, на заре вот этой всей истории была даже сумма приближенная к 30 тысячам рублей. 27, что-то такое вот фигурное. Сейчас конкуренция среди партнеров, их несколько, и поэтому цена держится с накруткой всего тысячи рублей. Вот появилась конкуренция. Изначально тоже озвучивался один дилер, который представлял здесь на территории Приморского края подобные условия. Сейчас этого дилера нет. ООО «ГЛОНАСС» расторг с ним договор, значит, с агентом, который был единственный, и заключил несколько договоров партнерства. На всей территории Федерации их порядка где-то около 10. Здесь, в Приморском крае, их 3 или 4 компании. Между ними абсолютная конкуренция, то есть никакого сговора нет. Вот я вам говорю, в «ГЛОНАССе» терминалы покупаются по 18 тысяч, здесь они продаются, рыночная цена – 19. Купили терминал, значит, забрали машину со склада временного хранения, поехали в авторизованную мастерскую, которую тоже по-хорошему должна получить аккредитацию в «ГЛОНАСС». На осуществление этого вида деятельности. Конечно, да, он тоже аккредитовывается. Там специалисты, которые прошли обучение, значит, получили аттестаты у заводов-производителей, потому что терминалы несколько типов есть, их несколько заводов выпускают. У специалиста должен быть аттестат, выданный вот этим вот заводом-производителем, что он прошел обучение, и он допущен к тому, чтобы работать с этим оборудованием. Только в этом случае тогда завод-производитель несет гарантийные обязательства за работоспособность этого терминала. Приехали, установили кнопку, вам ее там протестировали, что она работает, все установлено верно, все правильно. Занимает это времени 30-40 минут, то есть немного. После этого, значит, вы должны заполнить заявление и отдать вот этому партнеру, значит, который продал вам кнопку, или это сделать сразу, когда покупаете, на то, чтобы эта кнопка была активирована. После того, как она установлена на автомобиле, партнер берет у вас пакет документов на эту машину, копий, и у него есть доступ в эту базу GLONASS, на активацию этой кнопки. В дальнейшем документы будут переданы в GLONASS. Через какое-то непродолжительное время, несколько дней, максимум неделя, кнопка будет активирована, все данные будут внесены, данные автомобиля и владельца будут внесены в базу GLONASS. И в дальнейшем, если происходит какой-то такой случай, и срабатывает эта кнопка, оператор видит, что это за автомобиль, где он находится, значит, все характеристики этого автомобиля. Очень удобно на самом деле. Вам самим, может быть, доводилось уже применить на практике этот порядок, работу новой схемы? Может быть, возили автомобиль на территорию нашей страны и на себе все испробовали? Не знаю, к радости или к сожалению, я являюсь руководителем таможенного брокера. И я непосредственно работаю с клиентами, с физическими лицами по оказыванному услугу по таможенному оформлению. В том числе мы покупаем и реализуем эти терминалы. То есть вот у нас есть такой сервис. Хорошо. А как у вас? Ну, я тоже еще не проходил такую процедуру. Но скажу, что 34 тысячи счастливчиков в этом году это уже сделали. Статистика показывает это. Понятно. Ну что ж, у нас телезритель к нам дозвонил со студию, напоминал у нас прямой эфир. Здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста, представьтесь ей ваш вопрос. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Извините, пожалуйста, за мой это... Извините. А у вас есть система ГЛОНАСС? Там, на наших машинах. И как вы ими пользуетесь? Извините за вопрос. Вы к кому обращаетесь? Если в адрес этот вопрос поступает к сотрудникам, водителям, сотрудникам общественной середины Приморья, то, да, на наших автомобилях, на том парке, который у нас имеется, установлена эта система. А если в адрес гостей, напомню, у нас находится Алексей Кузьмин, первый заместитель дальневосточного таможенного управления, Роман Султанов. Он представляет интересы приморского автобизнеса. Вот как раз они озвучили эту информацию. Но Роман, только что... Вот такой, наверное, я вам дам ответ на ваш вопрос. Может быть, спрашивали про личный автомобиль. Ну, если личный, да. Ну, я свою машину покупал до 1 января 2017 года. И тогда еще не было таких требований. Ну, это тогда добровольная уже ситуация. Да, да. У меня такой кнопки в моем автомобиле нет. Ну, я признаюсь тоже. Учитывая, что я являюсь водителем автотранспортного средства, как-то еще не обзавелась этой тревожной кнопкой. Ну, все впереди, наверное. Хорошо. То, что касается... Мы говорили с вами, и вот Алексей Валентинович отметил, что все-таки разговоры с сотрудником проводились. В известность было поставлено перед ними, что работаем по новому техрегламенту. То, что касается обучения специалистов, вот центров, где устанавливаются, это тоже, наверное, была целая история того, как это все проходило, и определенные этапы как раз были. Конечно. Ну, для начала это были требования ОГЛОНАС. То есть они заключали, значит, договор на аккредитацию центра по установке только с компаниями, которые, значит, провели обучение своих сотрудников на заводах, производителях вот этих вот терминалов. И у нас так получилось, что у нас 4 завода-производителя, да, 4 разных типа терминалов, которые устанавливаются на японские автомобили, вот бывшего употребления. И вот получилось так, что 3 завода, они удаленно проводят обучение, ну, по скайпу, в общем-то. И, значит, один завод, он необходимо было туда полететь прямо, в Перми он находится, и у нас вот 2 сотрудника туда летали, для того, чтобы проходили обучение. Проходили обучение. Роман, хорошо, спасибо. Еще продолжим разговор про обучение. А у нас телезритель к нам звонился. Здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста, представьтесь, и ваш вопрос. Да, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, мы вас хорошо слышим. Пожалуйста, представьтесь, и мы слушаем вас. Меня зовут Наталья. Так, Наталья, слушаем. У меня такой вопрос. Я приобретаю машину из Японии, и у меня кнопка ГЛОНОС будет стоить 30 тысяч. Но я сейчас вот услышала, я прошу прощения, я не сразу сделала передачу, что она стоит 19. А что тогда еще входит в эти 30 тысяч рублей? Спасибо большое за внимание. Вам спасибо, Наталья, за вопрос. Так, было озвучено 19 тысяч рублей, а вот у Натальи вдруг 30 тысяч. Откуда берешь? Все верно. Смотрите, кнопка стоит 19 тысяч рублей, сам терминал продается. Полторы тысячи его стоит активировать, услуга активации. Значит, стоимость склада временного хранения туда входит в эти 30 тысяч рублей. Ну, мы сейчас говорим, цена такая, она брокеров еще больше, чем продавцов терминалов, там конкуренция еще выше. Поэтому там стоимости, они немножко разнятся. Варьируются. Варьируются. Поэтому точно, если сложить все цифры, которые сейчас называемые, может быть 30 там не получится, может даже будет чуть меньше, может быть чуть больше. Вот. Терминал, активация, склад временного хранения, услуга таможенного, вознаграждение таможенного представителя, если она обращается именно к брокеру. Вот. И стоимость свидетельства безопасности конструкции транспортного средства. Лаборатория тоже услуги оказывает. Ну, то есть, Роман озвучил стоимость самой тревожной кнопки, самого этого терминала, это 19 тысяч рублей, да, идет. Там небольшая накрутка, вы озвучили, что 18 тысяч продает сам, сам непосредственно ООО «Голонас». Если брать полный пакет услуг, это же действительно нужно еще и установить, а я помню, по тем процедурам, да, мы снимали, это достаточно очень сложный процесс, там необходимо и с обшивкой автомобиля работать, с внутренними креплениями. Вот, то на то или получается где-то в районе вот... В районе 30 тысяч. 28-32 на сегодняшний день, вот, цена по городу, полностью вся услуга, включая установку. Установка тоже стоит недорого, тысячи рублей. Так как этих центров несколько, да, авторизованных, между ними тоже конкуренция, стоимость установки в пределах тысячи рублей. Но это, поверьте, это небольшие деньги. Хорошо. Есть ли какая-то опасность, что могут устанавливать какие-то люди, дилетанты? Вот где-нибудь объявление появится на каких-то ресурсах, и люди туда обратятся. Опять же, там, может быть, будет и цена ниже. Так и происходит. Люди обращаются к каким-то знакомым электрикам, или какие-то ребята обращаются, бывают, на авторынке, или там в каких-то гаражах, или в мастерских говорят ерунда, мы все сами установим, все сделаем. Но, поверьте, эти ребята не проходили обучение, у них нет аттестатов, и они могут вам не только неправильно установить этот терминал, и в дальнейшем он не будет работать, они еще могут вам испортить систему автомобиля, вот эту вот электрическую. Электрическую, автоматику автомобиля. Да, могут поломать вам автомобиль, да. И, наконец, у них нет права зарегистрировать эту кнопку, активировать, и в базе ГЛОНАСС ваших данных на автомобиль не будет. Если что-то случится, и вам потребуется какая-то помощь, вы нажмете кнопку, не факт, что вас они увидят, обнаружат, или смогут как-то с вами связаться и помочь. Поэтому мы рекомендуем, конечно, обращаться именно к сертифицированным, авторизованным. Сертифицированные, авторизованные, да, компании. Опять же, можно посмотреть на сайте ГЛОНАСС. Абсолютно верно, да. Там есть все данные. Хорошо. У нас время нашей программы завершается, где-то минута остается. Алексей Валентинович, есть ли какие-то рекомендации, или точно обращения к нашим телезрителям? Судя по звонкам, все-таки все все знают, но, тем не менее, может быть, остаются какие-то вот нюансы, на которые бы вам хотелось обратить внимание. Да, конечно. Есть несколько рекомендаций для людей, которые планируют купить автомобиль. В первую очередь, при покупке автомобиля нужно убедиться в том, что то лицо, которое продает автомобиль, это тот самый собственник, который вписан в паспорт и транспортное средство. Либо лицо, надлежащим образом уполномоченное. Нередки случаи, когда у человека возникают в дальнейшем проблемы с этим автомобилем, и найти того человека, кто реально ему его продал, очень сложно. Это первое. Второе, нужно проверить номерные агрегаты. Обязательно нужно открыть капот, проверить номерные агрегаты. Тут даже курьезные случаи бывают, до того, что в западные регионы страны уходят машины, купленные физическим лицом, и только лишь в ГАИ своего региона человек узнает, что ему вообще дали не тот ПТС. Алексей Владимирович, ну что ж, это вот хотя бы два этих нюанса, очень важные на занавес нашей программы. Спасибо, что были с нами и ответили на все мои вопросы, ну и те немногочисленные, которые поступили от телезрителей. Спасибо за внимание и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова